Продолжение следует... Президент подчеркнул, Казахстан взял курс на всестороннюю модернизацию, сформировав целостную правовую и социально-экономическую систему. Казамжум Артокаев заверил, Конституция будет и впредь успешно служить интересам наших граждан, способствовать дальнейшему развитию страны. В завершении глава государства пожелал всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов. Конституция ускорила процесс перехода нашей страны к рыночной экономике. Это позволило благополучно выйти из кризиса 90-х годов и в кратчайшие сроки пробиться в число динамично развивающихся государств мира. Главный закон республики принес нам не только политическую, но и экономическую стабильность. Так считает один из первых депутатов парламента Ермек Келемсиид. Он участвовал в разработке нескольких государственных законов. С ним встретился Адильхан Сахари. Ермек Келемсиид один из первых депутатов парламента, созданного после принятия Конституции. Аксакал вспоминает, что в обсуждении, какой должен быть главный закон страны, участвовали практически все. В итоге из семи глав Конституция расширилась до девяти. Увеличилось и количество статей 98. Этот документ позволил благополучно и в максимально короткие сроки перевести нашу экономику из плановой к рыночной. В этом отношении наша республика опередила все остальные государства постсоветского пространства, считает экс-можилисмен. Наш президент издал 128 указов, имеющих силу законов, именно в отрасли перехода к рыночной экономике. Поэтому и рыночная экономика у нас в стране быстро внедрилась. И по сей день в этой части наши законы, межпарламентская ассамблея, она является как модельной. По этой Конституции запасов прочности еще очень много. Поучаствовал Ермек Келемсиид и в создании национального фонда. В составе отельной группы депутатов парламента он объездил пол Европы. Перенимали опыт развитых стран в формировании нацфонда. Три раза мы пережили кризис. Три кризиса мы даже государство не ощутило. Почему? Потому что в национальном фонде у нас были запасы прочности денег. Из-за этого мы же уходили. Все это благодаря этой Конституции, я считаю. Конституция – главный юридический документ Казахстана. Его основа берет начало со сводов законов Касымхана и Ейсымхана. Ижет Ижаргы Хана Тауке. Она является гарантом прав и свобод граждан страны. Поэтому ее нужно знать и уважать каждому, говорили участники торжественного собрания, посвященного Дню Конституции. Во время Советского Союза Казахстан стала своеобразной лабораторией дружбы народов. А независимая республика Казахстан, принимая свою Конституцию, на законной основе закрепил равные права всех граждан страны. Сегодня, благодаря миру, дружбе и согласию, республика развивается, развивается и экономика страны. В ходе встречи ряд активистов региона получили благодарственные письма. Несколько молодых госслужащих приняли присягу. А завершилось торжественное собрание праздничным концертом. Адильхан Сахарил, Жазбай Бусынов, Хабар-24, Алматинская область. Конституцию Республики Казахстан ставят в пример на международной арене. Его основные положения способствуют устойчивому и стабильному развитию страны на протяжении всех этих десятилетий после принятия основного закона. С таким опытом мирного и успешного конституционного, общественно-политического и социально-экономического развития Казахстан может смело делиться со своими зарубежными партнерами, считают в США. Поздравляю правительство и народ Казахстана с Днём Конституции. Этот документ служит примером лидерства, надлежащего управления, открытости и будущего прогрессивного развития вашей страны. Очень приятно наблюдать, как руководство Казахстана работает над наращиванием потенциала страны. Эта конституция имеет много схожести с американской, и мы с удовольствием наблюдаем за развитием демократических процессов в Казахстане по укреплению парламента судебной системы Верховного суда. Казахстан очень уважаем в ООН, успешно проработал в Совете безопасности, оказывает сильную поддержку повестке ООН-2030. В июле этого года с удовлетворением наблюдали за первым добровольным национальным отчетом Казахстана на политическом форуме высокого уровня ООН по достижению целей устойчивого развития, который был очень хорошо воспринят. Многие страны ссылались на отчет, указывая, что именно такие шаги они должны предпринять у себя. Октябрьские госслужащие отметили День Конституции принятием присяги. Молодые специалисты, начинающие трудовую деятельность в государственных учреждениях, в торжественной обстановке поклялись честью выполнять возложенные на них обязательства и плодотворно трудиться во благо страны. С официальным назначением госслужащих поздравили руководство профильного ведомства и ветераны. К слову, сегодня в этой сфере работают около 5000 жителей региона. Цель проведения мероприятий – это привитие навыков патриотизма, служения народу и большой ответственности перед обществом. Порядка 300 человек впервые поступают на госслужбу ежегодно. 15% всех госслужащих в Тюменской области является молодым госслужащим. В Петропавловске наградили военнослужащего, спасшего семью при пожаре. В День Конституции сержанту Национальной гвардии Дмитрию Букову вручили благодарственное письмо от Комитета по чрезвычайным ситуациям. Героический поступок был совершен летом этого года. При патрулировании города войсковым нарядом были замечены клубы черного дыма из первого этажа жилого дома. Молодой человек, не раздумывая ни минуты, вынес из горящей квартиры женщину, ее дочь и маленькую внучку. Из-за сильного дыма люди не могли самостоятельно найти выход из квартиры. Дверь открыл, зашел, стоит девушка с ребенком в руках, плачет, просит о помощи. Ее вывел из квартиры, потом второй раз зашел, стоит женщина в панике, бегает по квартире, не знает, что ей делать. Я ее тоже вытащил. Там было очень сильное задымление, что ее невозможно было увидеть. Ко дню Конституции в Викибастузе отметили новоселье. 36 многодетных семей переехали из столицы нашей страны. Их разместили в новых пятиэтажных домах. Очередники на жилье получили двух- и однокомнатные квартиры. Стоимость арендной платы за квадратный метр – 99 тенге. В месяц выходит до 8 тысяч. Кроме этого, переселенцы помогут с работой, устроят детей в школы и детские сады. Школьникам также бесплатно выдадут школьную форму, обеспечат канцелярскими принадлежностями и бесплатным питанием. Одному из родителей даже выдадут проездной билет на общественный транспорт. Приватизировать жилье переселенцы смогут через пять лет постоянного проживания. Около 400 человек, переехавших в Викибастуз – активные трудоспособные люди. Они легко найдут себе работу, потому что сейчас город испытывает острую нехватку рабочих рук. В ближайшее время мы перевезем сюда из столицы еще больше 300 семей. Всех желающих сменить место жительства ждут аналогичные условия. Я очень рада, что мы получили квартиру. С четвермя детьми тяжело снимать квартиру. Хочу сказать огромное, Рахмед. Квартира очень понравилась. Спасибо. Долгожданное новоселье. В Таразе 800 семей получили ключи от новых квартир. Торжественное вручение приурочили ко дню Конституции. Тему продолжит Ботагос Базарбаева. В числе счастливцев, получивших ключи от новых квартир, Марат Имашев. С этого дня старший лейтенант ждал целых пять лет. Все эти годы семья военного жила в съемной квартире. Сегодня для нас особенный день. Новоселье. Получил трехкомнатную квартиру. Это вот гостиная. Здесь, как видите, столовая. Еще одну комнату мы отведем для детей. На новоселье молодой семьи собралась вся большая родня. Супруги с утра в хлопотах. Ведь надо принять гостей, не забыть об угощении. А вот самые маленькие новоселы не скрывают радостных эмоций. Теперь у них будет своя детская комната в новой квартире. Детчики все надо. В нашей новой квартире мне очень понравилась детская комната. Еще кухня и гостиная красивые. До конца года в регионе запланировано построить и сдать 465 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас строительные работы ведутся на 26 площадках. Квартиры в большинстве из них будут распределены среди участников программы льготного кредитования по госпрограмме. Мы сдаем сейчас 9 многоэтажных домов по 80 квартир в каждом. 5 домов возводятся для очередников по социальным категориям. Все они будут сданы до конца года. Канун Дня Конституции и Дня Знаний в регионе будут сданы 20 социальных объектов. Жителей двух сел подключат к водопроводу. В целом в этом году еще 740 жамбылских семей переедут в новые квартиры в 12 многоэтажных домах. Путогос Базарбаева, Руслан Бахтбекул, Бахчан Бабаев, Жамбылская область, Хабар, 24. В преддверии Дня Конституции в Кокшетау открыли новый корпус Высшего колледжа культуры имени Акана Сире. На его строительство из областного бюджета выделили более 600 миллионов тенге. Теперь будущие хореографы, режиссеры и дизайнеры будут оттачивать свое мастерство в современных классах. Это позволит вывести творческий потенциал учащихся на новый уровень, уверены педагоги. Единственный в регионе колледж культуры работает уже более полувека. Здесь, в бывшем здании общежития, обучаются порядка 500 студентов. В тесных кабинетах молодежь учили танцам, режиссуре, дизайну и другим творческим специальностям. Теперь с открытием нового корпуса преподаватели строят большие планы. Мы очень рады открытию нового корпуса, новых балетных залов. В этих новых балетных залах, я надеюсь, у нас будут новые постановки, новые интересные уроки. Здесь уже можно композиции делать на 24 человека, на 32, на 48. То есть какие-то прологи, финалы мы можем уже осуществлять в своих залах. Раньше мы арендовали или просили залы дополнительно для работы с массой. Наряду с творческим потенциалом развивать будут здесь и спортивно делятся педагоги. Если в старых залах студенты уделяли внимание только настольным играм, то сейчас планируют создавать сборную колледжа. До этого мы занимались, конечно, пока позволяла погода на улице. Спортивных игр у нас почти не было. Но сейчас будем развивать спортивные игры, волейбол, баскетбол, футбол. Мы не могли так тренироваться, как другие колледжи, в которых есть спортзал. Но теперь, я надеюсь, мы будем уже на высоте. Ежегодно колледж культуры выпускает более ста специалистов. Всего за 63 года работы здесь было обучено порядка 10 тысяч студентов. Сейчас большинство из них ведущие педагоги и артисты казахстанских и зарубежных театров. Но первую путёвку в жизнь они получили в этом маленьком учебном заведении. Мы уйтились в рабочем общежитии, приспособленном к зданию. У нас не было ни спортивного зала. Всё мы приспосабливали, арендовали. Сейчас, естественно, уже собственные студенты рады. Это такой большой импульс. Это даёт возможность им творить. Творить студенты теперь будут не только в новом здании, но и на современном оборудовании. На эти цели администрация колледжа планирует потратить подарок местных властей – 30 миллионов тенге. А один этаж старого корпуса в ближайшее время может стать дополнительным местом для проживания студентов. Азамат Казжанов, Анатолий Полянный, Кокшетау, Хабар-24. Продолжаем выпуск. Казахстан стал 26-м государством, приблизившим на один шаг своей ратификации перспективы вступления в силу исторического договора, который впервые устанавливает юридический запрет на ядерное оружие. Для окончательного действия этого важного документа о запрещении ядерного оружия требуется ратификация еще 24 стран. Таким образом, после получения и сдачи на хранение ратификационных грамот от 50 стран, через 90 дней антиядерный договор вступит в силу. Мэр Абдрахманова передает из Нью-Йорка. Вот уже десятый раз мировое сообщество официально отмечает День действий против ядерных испытаний. Эта инициатива первого президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева, не только приобрела международный статус, но и способствовала объединению миролюбивых сил, в буквальном смысле в борьбе за безъядерный мир. На этот раз Казахстан внес еще один конкретный вклад в это благородное дело и ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия. Несмотря на солидную базу международных соглашений по антиядерной теме, еще не все страны отказались от оружия массового поражения. На ядерный арсенал никогда не был наложен юридически обязательный запрет. Новый договор призван устранить этот пробел в международном правовом поле и является первым шагом на пути к уничтожению ядерного оружия. Вручая ратификационный документ, постоянный представитель нашей страны при ООН Кайрат Умаров отметил вклад Казахстана в глобальные усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия. Участники церемонии почтили минутой молчания память всех жертв ядерных испытаний. Наши действия – это также наша дань уважения всем тем, кто пострадал от последствий применения ядерного оружия. Наша общая задача – не допустить впредь повторения подобных трагедий, подчеркнув глава казахстанской миссии при ООН. Представители секретариата ООН оптимистично настроены относительно вступления договора в силу. Казахстан всегда был активен в деле поддержки денуклеаризации мира и стал 26-м государством, передавший свой инструмент ратификации договора. Ожидаем, что во время предстоящей в сентябре Генеральной Ассамблеи ООН на высоком уровне и у других стран будет возможность вручить инструменты ратификации, подписанных ими документов, депозитариями которых является ООН. Активисты Международного движения за ликвидацию ядерного оружия, представляющего коалицию из более 500 неправительственных организаций из 103 стран мира, поблагодарили Казахстан за твердую приверженность и лидирующую роль в деле ядерного разоружения. Передача ратификационных инструментов Казахстаном особенно значима, так как вы это делаете в Международный день действий против ядерных испытаний. Помогаете народам планеты понять их опасность и ведете к миру, свободному от ядерного оружия и испытаний. Очень вдохновляет наблюдать за лидерством Казахстана и в отношении договора о запрещении ядерного оружия, который накладывает запрет не только на использование и совершенствование такого оружия, но и его испытания. У договора есть положение, обязывающее подписантов оказывать помощь жертвам ядерного оружия и восстановление окружающей среды в пострадавших землях. Поэтому было особенно важно, что именно в такой день Казахстан вручил документ о ратификации договора. В Организации Объединенных Наций приветствовали и решение первого президента Казахстана об учреждении Назарбаевской премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность. Международное сообщество до сих пор скорбит по поводу безвременно ушедшего недавно из жизни генерального директора МАГАТЭ Юкия Амана. Он был большим другом Казахстана и неоднократно посещал нашу страну. Вручение Назарбаевской премии Аману положительно воспринято в мире. Что касается другого лауреата, то господин Ласи Назерба продолжает активную деятельность, и его вклад в борьбу против ядерных испытаний нашел достойную оценку. Казахстанские журналисты продолжают выявлять сильнейшего на футбольном поле. На Кубке президента по мини-футболу среди представителей средств массовой информации началась стадия плей-офф. За накалом борьбы своих коллег наблюдают и наши корреспонденты. Сейчас за моей спиной идет одна из самых интенсивных частей турнира. Групповой этап в самом разгаре. На поляне главного стадиона страны разместили сразу четыре площадки для мини-футбола. Пока одни игроки выявляют сильнейшего на поле, другие разминаются на бровки, а третий отдыхают после напряженного матча. Игра была хорошая. Команда у нас, соперники очень хорошие, подготовлены, все подготовлены. Получается, мы первую игру проиграли 2-1, но надеемся это к лучшему. Турнир на Кубок Президента среди представителей средств массовой информации в Казахстане проводится впервые. В нем принимают участие 25 команд. Это не только столица, но и команды из регионов. По традиции самые большие представительства из Алматы, Шимкента, Кызлорды и Ак-Тубе. Мы хотим, чтобы этот кубок стал традиционным. Приятно, что представители средств массовой информации быстро откликнулись на эту идею. Причем не только столичные. Приехали 9 команд из регионов. Все показывают очень хороший уровень игры. Команды разделены на группы, победители которых выходят в плей-офф напрямую. Также будет отбор среди команд, которые заняли третьи места. Сейчас турнир, как я уже говорил, продолжается. Все самое интересное впереди. Вход свободный, поэтому всех любителей самой популярной игры в мире мы ждем здесь. Андрей Деменок, Новый Русбазаров, Хабар, 24. 36 машин скорой помощи ко Дню Конституции получили медучреждение Тараза. Новые автомобили теперь имеются у больниц самых отдаленных районов, таких как Моинкум, Шу, Сарысу и Талас. Технику специально подбирали высокопроходимую с учетом дорог в сельской местности. Современные кареты скорой помощи позволят улучшить качество оказания медицинских услуг в районах. Кроме того, к празднику закупили 58 новых автобусов для движения по городским маршрутам. 22 из них собраны в Казахстане. В целом, с начала года в Таразе на 20% обновили автопарк общественного транспорта. Автобусы закупают, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров. Если раньше на маршрутах был только старый транспорт, выпущенный 10-11 лет назад, то сейчас уже средний возраст эксплуатации автобусов 7-8 лет. Разница чувствуется. Новые машины скорой помощи позволят нам быстрее выезжать на вызовы, вовремя довозить больных в медучреждение. Сегодня на селе это непростой вопрос, а с новыми каретами решатся многие проблемы. И пока это все. До встречи в эфире.